Официальная история борьбы с наркоманией началась в России еще в 19 веке. И с тех самых пор продолжается с переменным успехом. О том, чьи силы перевешивали в 2013-м, говорили сегодня руководители органов ФСКН Приволжского федерального округа. В Чебоксарах они собрались на оперативное совещание. После краша экономических преступлений, правонарушения связаны с незаконным оборотом наркотиков в нашей стране на третьем месте. Масштабы этой проблемы, которая уже стала национальной бедой, год от года, увы, не уменьшаются. Что появляются новые виды наркотиков, наркобизнес изыскивает новые способы и различные лазейки для их распространения. Поэтому все мы хорошо понимаем, что одним правоохранительным органом с этой бедой нашего общества не справиться. Нужно создать в обществе атмосферу нетерпимости к наркотикам или, одним словом, к этому злу. Рецепт, что может спасти нацию от наркомании, простой и работает по принципу «предупредить лучше, чем лечить». Перед участниками совещания поставлены конкретные задачи, а именно, не ослабевая натиск на криминал и совершенству подхода в лечебной системе, организовать реально работающую систему профилактики, направленную в первую очередь на уменьшение спроса на наркотики. Ну а пока есть спрос, по известному экономическому закону будет и предложение. Кстати, разорвать этот замкнутый круг – задача не только правоохранителей. Важно, чтобы все заинтересованные стороны работали сообща. Для этого ФСКН планирует продолжить налаживать связи с таможенными органами и даже Почтой России. Продолжение следует...